Многие из вас сейчас переходят в старшие классы, либо перешли в университет, заканчивают университет. Вы находитесь в таком моменте в своей жизни, когда вы не понимаете, что делать дальше. И вроде бы как есть вот эта протоптанная дорожка или дорожка, которая считается правильной обществом, что ты закончил школу, поступил в хороший университет, на хорошую специальность, и пошел потихонечку строить карьеру. Когда я об этом думала учать в университете, меня охватывала какая-то безумнейшая тоска. Вот мы всегда же думаем, что мы немножко особенные, да? Нам всегда кажется, я особенный, и каждый из нас особенный. И когда нас пытаются по какому-то проторенному пути пустить, у меня внутреннее сопротивление. То есть я вообще такой человек, особенно в 17-17 лет была, что я, вот если мне сказали одно, я специально сделаю по-другому. То есть немножко такое бунтарство. И мне кажется, что в 17-17-20-22 года это бунтарство, это просто то, что выведет вас на конкретно новый уровень. Дело в том, что вы сейчас находитесь в лучшем возрасте в вашей жизни. У вас нету, ну, большинства вас, нету долгов, нету кредитов, нету людей, которые зависят от вас, да, там, семьи, детей. Нету маленькой Маши, которая скажет, мама, а почему мне не покупают игрушки, а почему у Аси есть квартира, а у нас нету квартиры, мы живем там в комнате, а почему там у Пети есть Мерседес, а у нас нет? У вас сейчас такого вообще нету. Вы сейчас свободны для ваших экспериментов. И сейчас, на самом деле, единственное время в вашей жизни, когда вы можете вот так вот безответственно начать следовать своей страсти. Может быть, вы обожаете музыку, и вам все говорят, что это никогда в жизни не принесет вам нормальных денег. Но вот именно сейчас вы можете сказать, ага, хорошо, но у меня нету особых обязательств. Я могу кушать доширак. Я могу жить с тремя соседями в комнате. Мне нормально. У меня нету каких-то вот ожиданий от жизни, что я могу себе позволить жить только вот на таком-таком уровне. Да пофигу, да? Реально все равно. Я могу жить как хочу. Я не обязан кому-то что-то доказывать, какой-то там одеждой или машиной. Я хочу сейчас следовать за своей страстью. Если моя страсть, это открыть свой бизнес. Прогореть через два года? Может быть. Но очень вероятно, что вы за эти два года научитесь такому, что через два года, даже если ваш текущий бизнес прогорит, вы стартанете еще что-то более крутое. Заняться музыкой. Да, может быть, первые два года, это вообще непонятно, что будет. Но потом, вот удивительно, как в жизни все складывается, что потом ты понимаешь, зачем это все было. Когда я пошла на свою первую официальную работу в сувенирный магазин, проработала две недели, для чего это было? Да для того, что я поняла, что никогда в жизни я не пойду вот так вот работать. Это вообще не мое. Я должна креативить. Я должна что-то создавать. Я не могу ходить и рассказывать заученный текст про бодрешку дол, которая была раскрашена тем-то, тем-то. Вообще не мое. Через две недели я просто убежала оттуда. Я даже за своей санитарной книжкой не захотела заходить. Так меня просто коробило, там прекрасные люди, прекрасный магазин. Платили маловато, но все было просто отлично. Я практиковала английский. Но вот просто вот это чувство, которое внутри меня говорила, Марина, тебе 20 лет, 19 было. Ты должна пробовать то, что ты потом не попробуешь. Вернуться на работу, сидеть где-то там за окладик, рассказывать заученные тексты, ты всегда успеешь. А вот в 19 лет вернуться ты никогда не сможешь. Вернуться в тот возраст, когда ты еще можешь жить с родителями, есть их еду. И пробовать что-то, то, что не дает тебе результата сразу, вот такого никогда не будет. Ребята, я хочу, чтобы вы это сейчас осознали. Этого никогда не будет. Вот этого времени, когда вы можете работать по 18 часов в неделю, его больше никогда не будет. Я сейчас, мне 30 лет, я уже все, 6 часов в день, извините, я устала. Мне нужно идти к семье, мне нужны у меня другие обязательства. Я не могу, хотя я хочу сидеть по 10 часов в день над своими бизнесами, проектами. Я уже не могу себе этого позволить. Я, может быть, хотела бы сидеть, как я раньше сидела, по 12 часов, и у меня все еще оставались силы. А сейчас сил уже меньше, уже у тебя организм такой, как это, нам надо поспать 8-9 часов. Это что ж такое в 30 лет? Кто ж... Ну, это я про себя говорю, у некоторых в 30 лет сохраняются. Я просто рассказываю, что я реально это чувствую. То, что раньше я могла за 8 тысяч рублей поехать в автобусный тур по Европе и спать в автобусе, я сейчас уже, ну, как-то нет. А тогда круто, что я это делала. И круто, что я спала на стульях в аэропорту Барселоны, потому что не было денег на отель. Круто, что я спала где-то на парковке в автобусе в Германии, потому что не было денег на отель, зато я посмотрела Германию. И поняла, что я хочу связать свою жизнь с зарубежной какой-то темой, да. Вот после таких поездок я приезжала домой и понимала так. Я хочу быть человеком мира. Что за инструмент мне нужен? Нужен английский. Именно после этих поездок я садилась учить английский, как никогда раньше. Потому что все, я потрогала цель, я поняла, что она еще далеко, я поняла, что мне к ней надо идти. Ребята, я вам очень советую, если вы не понимаете, где ваша цель, что вы хотите делать, какое ваше призвание, учите английский. Это, знаете, есть выражение прокачать попу, если знаешь, что делать. Мне кажется, лучше учить английский. Все-таки, да, хорошая фигура, это прекрасно, но отличный английский, он открывает вам столько дорог в мире. И потом, когда вы поймете через пару лет, что, о, это предпринимательство, вы приедете в Кремнию долину. Да, вы поймете, что, о, это, не знаю, киноиндустрия, вы приедете в Лос-Анджелес. Если вы поймете, что это там, не знаю, финансы, вы приедете в Лондон. Английский это инструмент, который откроет вам пути к новой жизни. И мы, кстати, сейчас, пользуясь случаем, расскажу вам, что запускаем новый курс. Для тех, кто застрял на среднем уровне, как раз мы построим с вами базу на этом курсе, с которой вы будете двигаться дальше уже в направлении своей страсти. То есть после этого курса вы освоите ту грамматику, ту лексику, которая вам позволит на нее насаживать специфичный английский в вашей уже сферы. Потому что фотографии, блогинг, все что угодно. Я ссылку оставлю внизу, присоединяйтесь. Этот курс просто, мне кажется, будет, ну, таким вот одним из лучших наших курсов LinguaTrip. Очень фундаментальный, очень важные знания. Conditionals, деловая речь, синонимы, предлоги, сложные конструкции. Там все будет, все разобрано будет по полочкам мной и Настей. Ссылка будет внизу. Сейчас то время, когда вы можете работать бесплатно. Когда вы можете либо создавать что-то свое без задачи, либо найти человека, который вас вдохновляет, и попробовать работать с ним за копейки, либо бесплатно, просто чтобы понимать, а как это все устроено. Знаете еще какой очень важный момент? Мы почему-то в 17-18 лет, и опять же я сужу по себе, может быть вы более продвинутые, чем я, но я, думая о себе в 17-18 летнем возрасте, вот что думала та Марина? Марина думала, что мир меняют какие-то другие люди. Она думала, что, да, простая девочка там из Питера, ну, что-то, как бы ты в окружении не сильно я видела, чтобы кто-то прям менял мир. И я думала, что вот эти вот все Биллы Гейтс там и так далее, это все другой мир. На самом деле это мы с вами. Да, нас не так много, кто меняет мир, но если мы хотя бы по чуть-чуть будем приближаться к тем людям, если в вашем окружении этого человека нет, интернет. Вы можете написать человеку, которому нравится, сказать, я готов работать бесплатно, я могу делать вот это, вот это, вот это. Просто, чтобы с ним общаться. В идеале, конечно, вживую вы больше возьмете человека, но понятно, что в условиях современного мира уже это очень-очень сложно провернуть. Но возможностей-то больше стало. Попробуйте себя приближать к этим людям. Будьте ближе к ним с точки зрения того, что вы делаете, с точки зрения локации, да? Я еще больше почувствовала близость к тому, что реально мы меняем с вами мир. Не какие-то они, марсианские люди, которые вдруг откуда-то вернулись на планету Земля, и мы их никогда не увидим. Нет, вот он там, Стив Джобс, вот тут на параллельной улице, он в гараже делал Apple. Вот Брайан Чески в аэропорту стоит, который Airbnb сделал, и вот я к нему подхожу. Когда локационно вы приближаетесь, вы тоже понимаете, что вы можете. И я хочу, чтобы вы поняли, что вы реально можете. Это мы с вами, кто меняет мир. И чем ближе вы к людям подбираетесь, чем больше вы пытаетесь обмениваться с ними энергией, тем больше вероятности, что конкретно про вас мы будем читать через 10 лет в газетах, если они останутся, либо в новостной нашей ленте. Поэтому, ребят, осознайте, пожалуйста, вот эти 5 лет, они больше не повторятся. У вас не будет такого запаса энергии, у вас будет намного больше обязательств. Я понимаю, что у кого-то уже сейчас есть семьи, но я также понимаю, что большинства нету, да, и большинство появляется где-то там после... Ну, опять же, в Америке после 35 лет, а в России, наверное, после 25 больше, да. Пока у вас нет обязательств, пока вы не должны никому ничего более-менее доказывать, да. Вместо того, чтобы типа проторенной дорожки, вы всегда на нее сможете вернуться. Вы всегда сможете вернуться в офис. Но вернувшись в корпоративный мир с опытом, с опытом предпринимательства, с другим взглядом на мир, мне кажется, вы даже с этим опытом будете быстрее двигаться внутри каких-то больших корпораций, внутри проторенных дорожек. Я не говорю, что это плохо, да, я не говорю, что все должны так делать, но если вас это видео какую-то искру зажигает, то вот именно сейчас, то время, когда вы можете идти не вот по такой дорожке, а вот по такой, щупать, пробовать на ощупь. И если вы говорите не только по-русски, но если вы говорите по-английски, то вот этот вот мир, который я вам показала, он становится вообще на 360. Потому что с английским языком вы реально охватываете все страны и все культуры. Поэтому, ребят, учите английский, пробуйте, развивайтесь, приходите к нам на наш новый марафон для тех, кто застрял на среднем уровне, прокачивайтесь вместе с нами. На марафоне будут не только грамматические всякие штуки, там будут еще штуки из реальной жизни. Веду я, ведет Настя, мы вас очень ждем. И я очень надеюсь, что ближайшие пять лет жизни будут лучшими годами вашей жизни, когда вы поймете, что вы хотите делать, когда вы определитесь и поймете, что вы вот реально нашли себя. Вы не следуете какой-то картинке и имиджу успешного человека, а вы вот для себя, себе осознаете отчет, что я вот в этом счастлив, это мое, и мне все равно, что люди там делают вот это, вот это, вот это. Я понял, что вот это мое, завершу такой вот фразой. Я сейчас инвестицией увлеклась, как вы знаете. Вот в инвестициях правило есть. Самая лучшая стратегия, это stick to your plan. Придерживайся своего плана. Потому что вокруг тебя много чего будет происходить. Будут происходить кризисы, все будет падать туда-сюда. Но если есть план, что я инвестирую столько-то в такие-то индустрии, и я вот иду, иду, инвестирую. Да, понятно, я немножко адаптирую стратегию, потому что ясно, что все меняется, но у меня нет такого, что кризис, ой, я все продал. А, ой, все поросло, я все купил. Потому что при такой стратегии ты как раз максимальное количество денег потеряешь. То же самое в бизнесе, да, вот если я решу, что я фокусируюсь на языке. Тут кто-то чат-бота запустил, тут еще что-то, еще что-то, еще что-то. И все, и ты кончаешься, энергия кончается. А когда ты говоришь, окей, я иду все равно дальше. Потом чат-боты все забыли, это все забыли, а ты в своем искусстве становишься мастером.